Пока у меня отпуск, сгоняли мы на Кипр. Бассейн с подогревом, вкусная еда, массаж, что такое. На улице прохладно, поэтому в бассейне купались по разику, в основном гуляли. Это променад вдоль моря. Видно, что недавно вложили много денег, отремонтировали. Домики такие все покрашенные, радует глаз. Ларнака – это четвертое по величине город Кипра. По данным Википедии, в Ларнаке и в ее окрестностях живет около 80 тысяч человек. Аэропорт Ларнаки – самый загруженный аэропорт Кипра. И находится прямо в 10 минутах от города. Старинная крепость Ларнаки построена в 20-е годы 17 века турками. Хотя, конечно, и до турков все владельцы этого острова держали здесь крепость для охраны порта. Сейчас в крепости исторический музей, проводятся концерты и театральные фестивали. По всему городу очень много котиков. Этот якорь – подарок города Одессы, Ларнаки, как своему побратиму. Чувствуется, конечно, в городе, что зима, народу мало. Рестораны работают не все, но те, которые работают, все с людьми. Оказывается, Ларнакис по-гречески – это саркофаг. Почему так город назвали, непонятно. А это что за лев? Напишите в комментариях. Этот бар, видно, давно уже не работает и такая до боли знакомая табличка тут. Наших коллег видели всего пару раз. Автобусы очень редко ходят по Ларнаке и народу в них очень мало ездит. Как во всяком портовом городе, очень много пакгаузов, и многие из них используются по назначению. Здесь, например, автомастерская. А тут часовой ломбард. Отошли немного от главной набережной. Здесь, конечно, многие дома требуют большого-большого ремонта. Хотя дома очень симпатичные. В домах мало этажей, видимо, из-за сейсмоопасности. Конечно, старинные материалы не позволяли строить крепкие дома. Вот, посмотрите, какой старый дом есть. Традиционный для Востока глобует свет покраски дверей и ставен. Вот уже современные дома строят железобетонный скелет. И уже этот скелет застраивают кирпичом для теплоизоляции. Заброшенные дома простых людей. Ну, а это дом, человека, у которого жизнь лучше удалась. Автомат по продаже воды. Город развивается, много строят новых домов, квартиры продаются. Это контейнер для сбора старой одежды и лекарств с истекшим сроком годности. В общем, нормальный такой средиземноморский городок. Пусть не богато, но зелено и чисто. До яхтенной марины мы не дошли, а вот здесь посмотрели такую рыбацкую марину с рабочими лодками рыбаков. Полдышки все чистенькие, аккуратненькие. Такие механизации присутствуют. Теперь уже руками не вот не тянут, моторчиком вытягивают. Вот такая она ларнака моими глазами. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!